Итак, сегодня у нас вебинар The Wave Introduction. Вначале расскажу пару слов про нашу компанию. Мы занимаемся домашней автоматизацией с 2009 года. Вначале мы начинали как разработчик и компания-производитель. Мы создали десятки устройств под брендом The Wave Me и Pop. Мы с 2012 года дистрибьютор The Wave в России, представительство Fibara, Filio, Danalog и различных других брендов. У нас есть свой склад в Москве, и мы осуществляем отгрузки по всей России. И также расскажу о решениях, которые мы сами разрабатываем. Это вот на слайде видно контроллер USB-стик. Это наша плата для контроллера. Это чип, который мы делаем для производителей. Это плата Zetune, с помощью которой можно собрать любое требуемое устройство. Оно конфигурируется в среде Ардуино. И обо всем расскажу по порядку. Значит, ZetWave вообще очень быстро развивается. В мире продано более 100 миллионов устройств. Это умные замки, освещение, термостаты, розетки, различные датчики. Датчиков в последнее время достаточно много появляется. СО2, влажность, датчики ВОК, качество воздуха и другие. Значит, мы занимаемся популяризацией ZetWave. Ежегодно участвуем в различных выставках. Вот недавно буквально закончилась выставка Hi-Tech Building. Мы на ней демонстрировали наши решения от Сколково и на объединенном стенде автоматизации зданий. Ну и также мы участвуем как производитель ZetWave в мировых выставках. Это Integrated Systems Europe в Амстердаме, ЦИБИТ в Германии и ЦЭС в Лас-Вегасе. Значит, ну что такое умный дом? Это, можно сказать, система домашних устройств, способная выполнять различные действия и решать поседневные задачи без участия человека. Ну, например, там каждый день открывать шторы в 7 часов на 1 час и вечером закрывать их, если они открыты. Ну и много примеров также сейчас приведу. Можно сказать, что это жилье с множеством датчиков и устройств, которые связаны по сети. Они помогают следить за квартирой, управлять ей вдаленно, через мобильное приложение или голосом, через Яндекс.Алису или Apple, Siri. Или есть еще другие голосовые помощники. Значит, умный дом можно разделить на три основных понятия. Это комфорт, безопасность и энергосбережение. Ну, начнем с комфорта. Комфортно, к примеру, когда мы ночью просыпаемся и нам не нужно искать выключатель для света. Ставится датчик движения возле кровати и когда вы встаете, автоматически включается освещение. И выключается, когда вы там ушли уже из этой зоны. Это, конечно же, дистанционное управление. То есть мы можем с мобильного приложения включать свет в различных комнатах, использовать его как сценарий умного дома. И система освещения работает также автоматизированно. Можно расставить по всему дому датчики присутствия, датчики движения. И вам фактически не нужно будет пользоваться выключателями света. К примеру, во входной зоне, в коридорной зоне, в зоне санузла, в кухонной зоне над столешницей, в зонах, там, где кровать. Ну, например, можно использовать сценарий для домашнего кинотеатра. Нам для этого нужен RGB-контроллер и реле для освещения. И сценарная кнопка The Button. Если мы нажимаем на эту кнопку один раз, у нас закрываются все шторы в доме, включается подсветка синего цвета и зеленого в разных группах, и включается телевизор. Причем определенная ТВ-передача может включиться. Вот. Если там два раза на кнопку нажмешь, то будет уже другой сценарий. Если там при троекратном нажатии, третий сценарий. Вот. Кнопка достаточно функциональна. Ну, вот, как я уже сказал, то, что освещение автоматически включается во всем доме. То есть вам не нужно искать выключатель, и это сильно упрощает вашу жизнь и экономит электричество. И вы никогда не забудете где-то выключить свет. Дом легко ставить на режим, там, режим «я сплю», к примеру. Вот. Мы когда ложимся спать, нам не нужно бегать везде, отключать свет, ставить дом на охрану, закрывать все шторы. Нам достаточно нажать в телефоне на... запустить один сценарий, и дом автоматически перейдет в охранный режим. Включить сигнализацию и закроет все шторы и выключить свет. Вот. С умным домом Z-Wave у вас будет надежная охрана. Мы можем поставить датчик открытия двери и датчик движения. Вот. Если в момент отсутствия хозяев зафиксируется движение, то вам отправится уведомление, и может вызваться чоп. Вот. Ну, это нужно... Можно, конечно, просто ограничиваться чопом, частным охранным предприятием. Но пока... Мы не до конца уверены, что пока приедет чоп, с домом ничего не случится. А умный дом может включить сирену, которая очень громкая, и там соседи с соседнего дома услышат ее. И весь дом может заморгать красным цветом. Это... Вероятно, это отпугнет злоумышленников. Вот. Ну, это что касается безопасности дома. Вот. Мы можем поставить сценарную кнопку, которая запустит сценарий, выключить все одним нажатием и включит охранную сигнализацию. Значит, за домом очень легко наблюдать через мобильное приложение умного дома. Мы видим все камеры наши, видим состояние датчиков. Можно отслеживать, в каких комнатах, в какое время было движение. Это очень удобно для мониторинга. Можно там смотреть, когда дети пришли домой. Значит, мы можем, если, к примеру, у нас загородный дом, ну, или даже квартира, мы можем для горничной, для домохозяйки, для няни, для садовника выдать временный ключ при помощи умного замка. Вот тут у нас умный замок изображен. И мы будем видеть, когда пришел садовник, в какое время он пришел. Мы можем у него забрать этот доступ. Или можем его сделать временным, например, на понедельник, среда, пятница, с 3 до 5 часов дня. Вот. Про эти замки еще немного расскажу. В общем-то, умным домом очень легко управлять по сценариям. Мы, к примеру, когда возвращаемся с работы, и по пути с работы домой мы можем запустить сценарий там «Скоро буду дома». Вот. Этот сценарий запустит приточно-вытяжную вентиляцию, то есть проветрит помещение, охладит его или нагреет к вашему приходу. Вот. И он может там поднастроить уровень влажности в доме и качество воздуха. То есть вы будете приезжать в дом, уже подготовленный к жизни. Вот. Также, ну, это особенно актуально для загородных домов. Мы можем управлять системой отопления и хорошо на этом экономить. Вот. Тут, например, показано автоматизированное управление отоплением. Если мы открываем окно, то тогда батарея автоматически отключается. Это там в отдельной комнате такой сценарий используется, например, в спальне. Ну, это логично, поскольку если вы хотите проветрить помещение в зимнее время, то вам совсем не нужно, чтобы в этот момент батареи работали. Вот. Ну, и можно контролировать уровень влажности. Мы будем использовать датчик влажности. Ну, вот, к примеру, датчик от IOTEC у нас есть. Или датчик от FILEO. Он покажет текущий уровень влажности. И если он, к примеру, уменьшится на 5% от нормы, то тогда включится увлажнитель воздуха. Для этого нам нужна умная розетка. Значит, также мы можем управлять приточной вытяжной вентиляцией при помощи проветривателя TION. Это компактное решение для квартир в основном. Если у вас нет приточно-вытяжной установки, но хочется, чтобы воздух в квартире был чистым, вот, можно поставить такое решение, проветриватель, бризер называется. Это делается дырка в стене, и со стороны фасада ставится такая заглушка. И мы можем, значит, управлять потоком воздуха, делать его погорячее или похолоднее. И скоростью потока тоже можем управлять. Вот. Значит, ну, это в первую очередь удобное управление отоплением. Ну, я уже немного рассказал о том, как сценарии запускаются. Ну, если мы в теплый, в холодный зимний день гуляем с детьми, то к приходу домой мы можем сделать, чтобы температура в доме была погорячее. Вот. Это имеется в виду то, что у вас есть заранее настроенный сценарий для каждого. Имеется в виду, что у вас есть заранее настроенный сценарий для каждой комнаты. Например, утром у вас температура 23 градуса, днем 20 градусов, вечером там 18 градусов. Вот. Но мы можем это изменить нажатием клавиши на... ну, в телефоне. Вот. Так, ладно, расскажу еще про систему Multirum. Это тоже как интеграция в систему умного дома. Вот. Мы можем управлять музыкой, к примеру, по движению. Ну, мы проходим мимо какой-то проходной комнаты, и там включается умная колонка. Это будет... это удобно. Также можно настроить, чтобы там при нажатии на клавишу умного выключателя запускался сценарий умного дома. Включить музыку во всех помещениях. Вот. Или включить музыку в какой-то определенной комнате. Вот. Ну, мне удобно пользоваться этим. К примеру, когда я захожу в ванную комнату, открываю дверь, автоматически запускается музыка на колонке вместе с включением света. Значит, есть еще домашний кинотеатр. Мы можем запустить сценарий, там, смотрю кино, голосовым помощником Яндекс.Алиса. Он одновременно закроет все шторы, включит романтический фильм и сделает подсветку фиолетовой. Вот. Это будет очень эффектно смотреться. Так что обязательно этим пользуйтесь. Ну, есть еще режим вечеринки. Вот. Режим вечеринки тоже удобно. Я таким пользуюсь в своей системе у умного дома. По сути, достаточно одной кнопки, чтобы настроить ее, к примеру, там, на четыре разных режима. При одинарном нажатии, там, запустится цветовой режим номер один, при двойном номер два, три, четыре. Вот. И, ну, плюс можно настраивать, чтобы там при двойном нажатии была музыка там какой-нибудь. Техно при тройном нажатии, басовая какая-нибудь и так далее. Вот. Это в основном из Spotify легко интегрировать. Так. Ну, дальше расскажу. Так, вводной информации, я думаю, достаточно. Дальше расскажу о том, какие системы бывают проводные и беспроводные. Так, ну, начнем с проводных систем. Проводные системы есть, ну, в основном есть гиганты, такие как KNX-производители. Это Gira, Young, Zenio, ABB, Schneider, HDL и другие. Вот. Также есть, да, кстати, у HDL фиолетовый логотип. Почему-то тут не выделился. Также есть системы на своей шине, такие как, например, HDL, Bass Pro или Crestron. Вот. У этих систем есть как преимущества, так и недостатки. А преимущества – это, конечно, устоявшаяся технология, технологии KNX. Она там уже порядка 20 лет. Вот. У них, ну, у нее очень гибкие возможности при закладывании проекта. Это в основном используется для загородных домов, которые только начали строить. И, ну, проекты в основном долгоиграющие. И у… Вообще, как у протокола KNX, большие перспективы. Вот. Достаточно много производителей. Вот. Ну, также есть и недостатки. Это можно отметить как закладка на стадии строительства. То есть, если у вас дом уже построен, выполнена частичная отделка, то вы вряд ли сможете поставить умный дом проводной, поскольку там у них проводная шина. И нужно ввести витую пару к каждому выключателю, к каждому датчику, к каждому реле. Вот. И если вы в процессе забыли куда-то прокинуть кабель, то вряд ли там у вас уже получится поставить проводной датчик. Ну, так же установка проводных систем занимает очень много времени. Там требуется… Ну, это как высокие требования к специалистам. Проекты долгоиграющие бывают там один-два года длятся. И это высокая цена за проект. На рынке есть демпинг от дистрибьюторов. Также оборудование в основном возится под заказ. Там по два, три, а то и пять месяцев. Объекты это надежные, но их не так много. Поскольку тенденция такая, что многие хотят «Умный дом», когда уже сделали проект. Так, значит, есть еще недостатки, так как систему сложно установить самостоятельно. Может, не заказано. Там он-то не знает. Так, значит, систему не установить самостоятельно. Нужен сертифицированный специалист вам. Нет розничных продаж. То есть вы не можете прийти и купить проводной датчик движения для «Умного дома» в магазине. Это нужно, скорее всего, через инсталляторы делать. Система сложно программируется. К специалистам KNX у них должны быть сертификаты. Там они должны обучаться по 2-4 недели. И после этого, в общем, их нужно искать. Так, значит, топология проводных систем. Она отличается от беспроводных тем, что вам нужен обязательно IP-шлюз. И к нему должна подходить шина. К каждому выключателю должна подходить шина. И к каждому актуатору. Получается, это система распределенная. В основном у каждого микроконтроллера есть свои мозги. Но для них, для всех, нужен готовый шлюз. Так, рассмотрим один пример проекта на системе HDL. Ну, вот тут у нас небольшая такая квартирка. У нас ставится основной контроллер. Вот он. У нас ставятся выключатели. К каждому выключателю своя шина. У нас ставится там мультирумная система, тоже шинная. Там дверной замок шинный. И основной сценарный выключатель. Вот. Это делается на этапе перед электромонтажными работами. Прокладывается витая пара или KNX кабель. И дальше все это настраивается. И сами выключатели устанавливаются уже, когда ремонт почти закончен. Вот. Ну, такой проект может длиться реально там год. Так. Ну, теперь рассмотрим беспроводные системы. У нас есть несколько типов систем. Есть протокол ZWave, есть протокол ZigBee, Wi-Fi, AnOcean, Bluetooth. И сейчас рассмотрим, какие они бывают и чем они отличаются. Значит, у беспроводных систем есть тоже как и преимущества, так и недостатки. Из явных преимуществ это установка в готовый интерьер. То есть мне не нужно на стадии ремонта прокладывать там никакие провода. Я вот закончил финишную чистовую отделку. И тогда я уже приступаю к установке умного дома. Вот. Это почти во всех случаях так. Единственное, вам нужно предусмотреть, чтобы там в местах, где у вас будут шторы, там было питание 220, в местах, где у вас будет светодиодная расцветка, нужно предусмотреть размещение блоков питания. Вот, по сути, это почти все, что нужно предусмотреть. Вот. Также, кстати, после мероприятия вышлю вам такой файл с рекомендациями при установке беспроводного умного дома. Вот, можете посмотреть. Из недостатков можно выделить, что это все-таки радиоканал. То есть нужно грамотно сеть выстраивать. Пока еще не все аспекты умного дома охвачены. Ну, хотя сейчас уже можно почти любую задачу решить при помощи модулей на Z-Wave. Есть еще проблемы совместимости у некоторых протоколов, такого как ZigBee, к примеру. Вот сейчас об этом тоже расскажу. Так, вот ZigBee – это радиопротокол, у него работает межсеть, то есть там каждое устройство от постоянного питания, оно расширяет сигнал к соседнему устройству. Вот. И таким образом, чем больше у вас устройств в доме, тем стабильнее канал связи. ZigBee – очень бюджетное решение. Там стоимость одного датчика открытия или движения может быть там порядка тысячи рублей или там две тысячи рублей. Вот. Z-Wave чуть-чуть подороже. Ну, это, конечно, монтаж на любой стадии, шифрование устройств. Ну, есть и недостатки такие, как… Основной недостаток ZigBee – это совместимость. К примеру, если вы используете «Умный дом» от Xiaomi на ZigBee, то вы можете добавлять в свою систему фактически только устройства от Xiaomi. У них пока поддержка других протоколов не сильно развита. Ну, в общем, это основные недостатки. Теперь рассмотрим Z-Wave. Z-Wave – это радиопротокол. В России он работает на частоте 869 МГц. Мы как раз-таки и занимаемся разработкой и дистрибьюцией таких решений. У Z-Wave есть тоже ряд преимуществ и недостатков. Это готовый протокол. У него надежная связь, у него есть шифрование. То есть мы, если добавляем, к примеру, «Умный замок» в сеть Z-Wave, то мы можем быть уверены, что его программно никто не взломает, потому что он шифруется по технологии IES-256 шифрования данных. Есть также у Z-Wave некоторые недостатки. Это странозависимость. Значит, у них, ну, есть российская частота Z-Wave и европейская. Есть также там американская и китайская. И вы не можете объединить устройства на разных частотах в одном интерфейсе. Ну, хотя сейчас уже есть решение, вот на нашем контроллере, к примеру, так можно сделать. Так, ну, дальше расскажу о преимуществах еще Z-Wave. Это как раз-таки совместимость. В нем более 700 производителей, и они все интегрируются в одну систему. То есть в одном приложении вы можете, в отличие от Xiaomi, как раз использовать разные бренды. Так, ну, у Z-Wave хороший дизайн у устройств. Вот, там, небольшого размера датчики, у них такие глянцевые корпуса. Вот это, к примеру, у нас датчик дыма. Вот он, у него диаметр всего где-то 5 сантиметров. Вот, значит, Z-Wave хорошей стоимостью своей. Можно сделать... Ну, можно рассмотреть то, что стандартная стоимость умного дома будет порядка 150 тысяч рублей. Это у вас будут покрыты все основные функции управления освещением, отоплением, приточно-вытяжной вентиляцией, кондиционированием, электроконвекторами, если нужно, и системой безопасности. Это защита от протечек воды, защита от задымления и защита от вторжения, которое строится на датчиках движения, датчиках открытия двери. Если рассмотреть премиум систему, то это будет порядка... Ну, около 300 тысяч за стоимость устройств. И это уже большая система с интеграцией различных подсистем, видеонаблюдения, видеодомофонии, управления различными мультирумом, датчиками угарного газа, датчиками качества воздуха. Вот, то есть, если вы это будете сами настраивать, то вот в пределах 100 тысяч вы можете сделать себе классный умный дом, в котором будут все функции реализованы. Если вам нужна будет установка от инсталлятора, то это где-то еще примерно 150 тысяч. Вот, Z-Wave хорош тем, что можно войти в любой отремонтированный объект, первично там съездив на его диагностику. Вот это важно для инсталляторов. То есть вам не нужно... Вы можете заходить уже на чистовую отделку. Z-Wave, он подкрывает все основные функции умного дома. Видеонаблюдение, управление климатом, управление светом, приточной вынтяжной вентиляцией, шторами. Вот, Z-Wave, он хорошо интегрируется в сторонние системы, к примеру, Apple HomeKit. Вот, я могу с приложением... Пользоваться приложением умного дома как стандартным от производителя, либо взять, к примеру, систему Apple HomeKit. Вот, и пользоваться голосовым помощником Siri, либо Яндекс.Алисой. Вот, это у меня дома настроена моя система. Я тут могу переключаться по разным комнатам, могу выбрать автоматизацию и настроить сценарий, к примеру, по геолокации. И когда я буду подъезжать к определенной точке, у меня автоматически там включится теплый пол и отопление. Вот. Ну, наставление. Вот. Значит, также умный дом интегрируется в Яндекс.Алису. Я могу все Z-Wave устройства добавить в приложение Яндекс и управлять ими голосом через умную колонку Яндекс.Мини или Яндекс.Большая колонка. Вот. Могу попросить выключить весь свет или весь свет, кроме одной комнаты. Или то же самое сделать со шторами, с теплым полом. Вот. Это очень удобно и легко реализуется. Вот. Z-Wave хорош для инсталлятора тем, что у каждого устройства есть обратная связь. То есть если датчик зафиксировал движение, он обязательно сообщит это контроллеру. Если вы включили свет с выключателя, то вы обязательно это увидите на контроллере. Ну, и система в целом проста, но не все пользователи смогут ее настроить и установить. Поэтому работа инсталлятора в беспроводных технологиях очень актуальна. И также система поддерживает шифрование. То есть она будет надежной. Ну, значит, что сделать легко, с чем вы справитесь самостоятельно, точно, это с управлением освещением, климатом, кондиционированием, установить датчики, сделать визуализацию. Есть задачки посложнее. Это уже для работы инсталлятора. К примеру, интегрировать систему Multirum. Вот если рассмотреть контроллер Fibara, то можно использовать такое решение. Оно называется AudioCast. AudioCast. Вот, это достаточно бюджетное решение. Такой вот небольшой модуль, который стоит нам буквально 2-3 тысячи рублей. Вот. Мы его, это Wi-Fi устройство, мы его подключаем к вашей любой колонке через AUX. И у него появляется IP-адрес, и мы в Fibara это интегрируем. И таким образом управляем через, там, умный дом Z-Wave. Вот. И также сложно интегрировать с другими протоколами. К примеру, KNX или HDL. Это тоже делает инсталлятор. Но это все возможно. Сложно управлять приточкой, котлами, интегрировать видеонаблюдение и другие охранные системы. Ну, голосовое управление, кстати, достаточно легко реализовать. Ну, как работает умный дом Z-Wave, да? Есть у вас контроллер, есть у вас исполнительные устройства. Это реле для штор, реле для света, сигнализация, реле, который управляет вытяжкой, к примеру, по 0,10 вольт. Термостаты различные. Вот, контроллер. Вы добавляете каждое из исполнительных устройств или датчики в сеть контроллера. Контроллер выдает устройству уникальный ID-адрес, и он по этому адресу будет с ним общаться. Вот. То есть все завязано на хабе. Если у вас не будет хаба, то у вас не будет управления. Но вы сможете настроить связь между двумя устройствами. Вот, например, связь датчика температуры с вентиляцией можно настроить, чтобы там при повышении температуры на какой-то уровень, чтобы вентиляция запускалась. Вот. Ну, немного подробнее на этом слайде. Контроллер – это как мозг-система. Есть интерфейс пользователя – это как глаза. В нем мы задаем различные параметры и управляем всей системой. И есть датчики. Это как органы чувств. Датчик протечки воды, датчик дыма, датчик открытия, датчик движения. И это исполнительное устройство, которое управляет светом, розетками, шторами, воротами и так далее. Вот. Как-то так. Значит, контроллер в сети отвечает за включение и исключение устройств. Он хранит маршруты. Он отвечает за интерфейс пользователя и за создание сценариев и их запуск. Вот. Основные контроллеры… Ну, рассмотрим несколько контроллеров. Вот есть Fibara – это польский производитель. У него есть сейчас три контроллера. Это Home Center Lite для небольших инсталляций или для расширения текущей сети. Home Center 2, более профессиональный, в котором есть язык программирования Lua. Вы можете сделать почти любую сцену, интегрировать в этот сценарий фактически любое Wi-Fi устройство. Есть система геолокаций. То есть мы можем прямо в интерфейсе контроллера настраивать сцены с привязкой к геолокации. Это, например, для запуска режима отопления или режима кондиционирования или для включения каких-то розеток. Но это есть пуш-уведомления, смс-оповещения, удобный интерфейс. В основном из-за этого и берут систему Fibara из-за своего интерфейса. Ну и, конечно, приложения под iOS и Android и большое количество плагинов. Вот плагины. Очень много плагинов для системы Fibara. Вы можете без труда интегрировать там Smart TV, видеокамеру Heat Vision, видеодомофонию Helios и там еще разные плагины существуют. Также есть новый контроллер от Fibara. Это Home Center 3. Он появится на российском рынке где-то к концу января. У него есть на борту поддержка RF-433, поддержка ZigBee, Wi-Fi и Bluetooth-устройств. Вот это такой, можно сказать, универсальный контроллер, который, кстати, по размеру меньше, чем с Home Center 2, но зато в нем больше операционной памяти. У него Z-Wave чип на 500-й чип, хотя в предыдущей версии был 300-й. Ну и вот поддержка ZigBee, Wi-Fi, Bluetooth. И основное это 433. Он будет поддерживать различные NICE-устройства. Устройства от производителя NICE, это, например, приводы для штор, для гаражных ворот. Они будут интегрироваться в систему Fibara из коробки. Вот. Это так выглядит мобильное приложение для умного дома Fibara. Вот. Тут сверху удобно выглядят сценарии. Тут основные устройства. И тут основные комнаты. Вот. Вы можете быстро из интерфейса переключаться, куда вам нужно. Вот. Но также у нас есть контроллер на программном обеспечении Z-Wave. Это контроллеры, которые разрабатываем и производим мы в Сколково. Значит, немного расскажу о Z-Wave контроллере. Z-Wave контроллер, он интегрируется с любыми голосовыми помощниками. Google Home, Яндекс Алиса, Амазон Алекса или Apple Siri. Вот. Или Apple Siri. Z-Wave – это, можно сказать, полнофункциональный контроллер умного дома. У нас есть приложение под iOS и Android. Есть два интерфейса. Один под пользователем, другой под инсталлятором. Как я уже сказал, встроенная поддержка HomeKit, поддержка Wi-Fi, IP-устройств и M-Ocean частичная. Ну и наш контроллер поддерживает все сертифицированные Z-Wave устройства. А таких более 700 производителей сейчас на рынке. Наша платформа Z-Wave совместима с Linux, Android и Windows. У него есть API для интеграции со сторонними решениями. Вот. Есть шифрование. То есть мы можем любое устройство добавить с шифрованием S2. Есть еще функция Smart Start. Это когда мы сканируем QR-код на устройстве. Мы можем сосканировать сразу 10 устройств, и они синхронно добавятся в контроллер. Это улучшает жизнь инсталляторам. Так, ну, в целом вот такие вот у нас контроллеры. Это USB контроллер наш. Это плата под Raspberry Pi, там, Pi 3 или Pi 4. Вот. Это готовый контроллер Z-Wave.mehub. Они все на программном обеспечении Z-Wave.mehub. Это как готовое решение для конечных клиентов. Вот. И конечный клиент его легко сам сможет установить. Вот. А такой интерфейс у нашего мобильного приложения. Оно недавно буквально вышло. Вот. У нас тут есть так называемый дашборд. Мы в него можем все основные устройства, которыми мы чаще всего пользуемся, вывести. И, кстати, сценарий тоже. Есть у нас раздел с комнатами. Вот. Я могу выбрать любую комнату и управлять устройствами в этой комнате. Есть у нас раздел с созданиями сценариев, правил, расписаний. Расписаний для управления отоплением. То есть мы можем простейшую автоматизацию настроить прямо с мобильного приложения на iOS, Android. Вот. Также у нас есть приложение под iPad. Вот оно. Вот. Мы можем, как тут видно, добавлять устройство в сеть или исключать. То есть можно производить их настройку. Не обязательно вам компьютер для этого. Вот. И мы видим журнал у всех устройств. Когда какое устройство было включено или выключено, можно их отфильтровать по типу. Например, я могу выбрать одно лишь устройство, датчик движения или там входная дверь, умный замок, побежь. И смотреть, в какое время там кто пришел домой. Вот. И могу я смотреть эту историю либо за один день, либо за три дня, там, либо за семь дней, как вам удобнее. Вот. Вся история хранится как локально, так и в облаке. И контроллер наш тоже работает, может, в локальном режиме работать. То есть если у вас не будет интернета, то в домашней сети система Z-Wave будет работать. Вот. Также есть интеграция с Алисой, как я уже сказал. Она достаточно простая и поддерживает управление любыми типами устройств. Вот. Умный дом Z-Wave удобно интегрировать с Алисой для того, чтобы управлять устройствами других производителей синхронно. Например, я могу добавить Zigbee-устройство от Xiaomi в Яндекс.Алису и таким образом на платформе Яндекса создать различные сценарии, где у меня будут одной голосовой командой задействованы и Zigbee-устройства, и Z-Wave-устройства. Вот. Также наш контроллер интегрируется в E-Ridium Mobile. E-Ridium Mobile – это такая платформа для создания собственного интерфейса. Вот. Если, например, ваш заказчик захочет себе индивидуальное мобильное приложение, то вот есть такое решение. Мы можем отчертить его планировку, вот, и сделать визуализацию, там разместить всякие лампочки. Если мы вот тут будем включать свет на панели, то у нас на 3D-плане комнаты тоже будет свет включаться. Вот. И E-Ridium Mobile хорош тем, что у него он поддерживает различную интеграцию. К примеру, с проводными системами, тем же HDL, KNX, Crestron, MatBus и другие. Вот. Для этого вам нужен лишь E-Ridium. Нужна лицензия E-Ridium под производителя, с которым вы собираетесь интегрировать систему. Так. Ну, есть различные решения по интеграции. Вот, к примеру, есть проветриватель Teon 3S. Это устройство совсем недавно вышло на рынок. Точнее, Teon 3S Z-Wave комплектация. Вот. Мы устанавливаем в бризере Teon Z-Wave чип, который полностью копирует функционал пульта. Вот. И, то есть, можем удаленно управлять бризером. К приезду домой проветрить помещение или любой другой сценарий запустить. Также вот недавно у нас появился датчик качества воздуха от Filio. Я его как раз могу интегрировать с приточно-вытяжной вентиляцией. И когда у меня в помещении будет много людей, качество воздуха понизится, бризер автоматически запустится. В зависимости от того, насколько сильно понизилось качество воздуха. То есть, там, этот датчик понимает, когда вошло 2 человека, а когда вошло там 10 человек. Вот. Если зайдет 10 человек, то бризер включится на максимальную мощность. Вот. Значит, есть еще, ну, вот это, получается, был у нас датчик углекислого газа и качество воздуха, ВОК. ВОК он определяет уровень летучих органических соединений. А есть также датчик, который просто углекислого газа. Он более точный. У него есть процессы калибровки датчика. То есть, он несколько раз в день запускает калибровку, чтобы показания были более точными. Вот. Также есть датчик угарного газа. Он устанавливает, но он больше нужен, если у вас есть газовый котел, либо если у вас есть гараж, в который вы ставите автомобиль, то желательно вот этот датчик себе поставить, чтобы он оповестил вас о резком увеличении CO. Также у нас есть наше решение. Вот этот вот USB-модуль, он интегрируется в кондиционеры Electrolux. Мы можем с обратной связью управлять кондиционером, удаленно находясь в любой точке мира. Есть пока что вот такой вот перечень поддерживаемых кондиционеров. Он также является устройством, которое работает от постоянного питания и расширяет сеть ZedWave. И самое главное, что если мы на ЭК-пульте нажмем кнопку, отправив команду на кондиционер, то вот этот модуль, он поймет, то что вы ее нажали, и отправит обратную связь на контроллер. Вот. Еще из новых устройств у нас появилась кодовая клавиатура. Это клавиатура от производителя Filio. Вот. Мы можем там задать код. Если он верный, то откроется дверь или запустится какой-то сценарий. Вот так. Сейчас, наверное, расскажу немного об управлении освещением и о других наших новинках. Так, вопросов пока, по-моему, не появилось. Здесь вот тут кто-то спрашивал, можно ли наш ZedWave контроллер использовать в паре с Fibara Home Center 2. Можно, да. Мы можем добавить контроллер... Мы можем контроллер Fibara добавить в сеть контроллера Raspberry. Вот. И на Raspberry настроить какую-то автоматизацию. Но я не знаю, вам это для чего нужно. Но так иногда делают. Был у нас, например, кейс. Контроллер Fibara не поддерживал устройства одного производителя. Но их... И там нельзя было настроить через контроллер Fibara ассоциацию, чтобы там сенсорный выключатель отправлял команду на другой реле. Вот. Это удалось реализовать через наш контроллер ZedWave. Вот. И мы настроили через... Там есть такая функция, code device называется. Вот. И мы настроили, чтобы контроллер ZedWave отправлял на контроллер Fibara информацию о том, что нужно запустить ZedWave в крыле при нажатии на сенсорный выключатель. Вот. И это так работало. Ну, значит, про управление освещением. Что можно рассказать. Вот из недавних новинок у нас появилась линейка выключателей Helton. Она на новых чипах ZedWave 700-й серии. Значит, у него есть теперь выбор от одной до пяти клавиш. Вот. У него три встроенных датчика освещенности, влажности и температуры. Мы можем эти данные использовать для автоматизации какой-то. Вот. Есть белое, черное стекло и разные цвета рамок. Серебристая, белая или черная. Также есть еще реле пятиканальное. Хилтун без сенсорного выключателя. То есть просто часть, которая встраивается в монтажную коробку, ну, в подрозетник. И... Так, это не оно. Вот оно. Вот, это пятиканальный выключатель. Вот. Мы его можем использовать для управления шторами, для управления группами света. Вот. У нас есть пять каналов реле по пять ампер. Вот. Предыдущих... В старых устройствах Хилтун была проблема с тем, что некоторые реле залипали. Но это в основном было в том случае, если подключается светодиодная нагрузка с низким пусковым током. Вот. Сейчас же Хилтун разработали свою Zero Cross Technology, которая позволяет избежать залипания клавиш, и реле стали очень хорошо работать. Вот. Некоторые инсталляторы уже протестировали. Также есть у нас 16-амперное реле силовое, к которому можно подключить температурный датчик NTC. То есть это датчик, который используется в любом термостате теплого пола классическом, который вы можете купить в Леруа там или где-нибудь еще. То есть если вы захотите себе умный электрический теплый пол, вот, вы можете купить такой модуль за 7500 рублей и управлять удаленно вашим теплым полом, использовать в автоматизации. Ну, то есть это, вот, у Хилтун все устройства на чипе Z-Wave 700-й серии. У чипов 700-й серии увеличена дальность сигнала. Как заявляет разработчик самих чипов, они там до 100 метров расширили дальность сигнала между двумя устройствами. Если на чипах 500-й серии это где-то 30 метров, то на чипах 700-й это до 100 метров. Вот, а также у нас есть выключатели Contact Touch. Это дизайнерские выключатели израильского производства. Вот, они могут быть на любое количество клавиш, там, от одной до девяти. Мы можем выбрать разные картинки вот сюда. Ну, вот, например, это для детской комнаты решение, это там для кабинета решение, это для гостиной решение. Эти выключатели доступны как на протоколе Z-Wave, так и на... То есть такие неумные, просто 220-вольт управления. То есть если вашему клиенту не нужен умный дом, а нужен красивый выключатель, то вот можно использовать выключатели Contact Touch. Вот, либо есть еще, которые работают на проводной технологии, на шине RS-485. Также у них есть розетки и комбинированные модули, где есть и розетка, и клавиши для управления, и USB. Вот, такие очень красивые многофункциональные выключатели. Вот, у них у всех внутри 9 сенсорных кнопок и 6 каналов реле по 10 ампер. Вот, мы можем подключить 6 нагрузок, управлять ими, и, там, строить автоматизацию, управлять голосом, или как вам удобно. Вот, есть, к примеру, ну, получается, есть мраморная линейка выключателей, можно выбрать на заказ любое стекло. Сама вот эта вот часть электрика на складе в наличии, вот, и у нас стекло, где-то 2 недели производится. Также у них есть и решения на динрейку комбинированные. То есть вы можете поставить щиток автоматизации и установить туда динрейчные модули. К примеру, там, 8 каналов реле 16 амперных, или 4-канальный диммер 220 или 0,10 вольт. Вот, такое решение очень хорошее, если оно подходит под ваши задачи. А что со связью? Сейчас собираюсь рассказать про дизайнерские выключатели Vitrum. Вот этот вот уже показывал. Это термостат теплого пола Vitrum. Он в таком глянцевом корпусе, у него выпуклые такие формы, вот. Можно его подключить, он тут будет показывать текущую температуру. Вот. Это достаточно дорогие выключатели. Есть три стандарта и четыре коллекции. Стандарты есть квадратные, прямоугольные и совсем большие прямоугольные. Вот. Это под разный проект, скажем так, они подходят. И есть четыре коллекции. Про коллекции сейчас расскажу. Вот тут, например, вариативность по клавишам. Есть одна, двух, трех, четырех, шести клавишные. Это прямоугольный, в прямоугольном подрозетнике. И в квадратном подрозетнике одна, двух и четырех клавишные выключатели. Вот. Под каждый выключатель можно подобрать от стекла. Вот. Стекло так легко снимается. Вот это сама часть мозгов, а это стекло. Тоже вот эта вот электрика всегда в наличии в Москве. А стекло заказывается отдельно на заводе в Италии и производится где-то три-четыре недели. Вот. У нас есть как раз-таки четыре коллекции выключателя в Витрум. Это бюджетная коллекция, бюджетная коллекция ТЭК, подороже коллекция глаз и коллекция стон из камня. Вот. Глаз – это матовые выключатели. Сейчас вот вам покажу. Вот. У нас тут есть стенд с дизайнерскими выключателями Витрум. Вот. У меня это матовый выключатель. У него, значит, два слоя. Один слой – это под кнопки. То есть сначала наносится глянцевый слой, а потом сверху матовый. И получается у меня кнопки такие выпуклые. Вот. Клавиши очень тактильные, быстро нажимаются. Вот. А это глянцевый выключатель. Вот. Если я, к примеру, на одном выключим... Если представить, что с двух сторон кровати стоит выключатель, то если я на одном нажимаю, то во втором сразу статус клавиши меняется. Вот. Ну, также это выключатели из камня. Вот. Это натуральный камень. Такие можно у нас заказать, если мы можем презентовать их вашему заказчику. Вот. Можете приехать к нам в шоурум, взять на тестирование. И, значит, ну, по Витруму, наверное, все. Также сейчас расскажу о модулях Fibara и встраиваемых модулях подразделения. Подрозетники. Вот. Есть реле для управления светом на один или два канала. Они устанавливаются в стандартный углубленный подрозетник 60 миллиметров толщиной и управляют нагрузкой. Обычно они закрываются выключателем. Вот. То есть если у вас там в спальне двухклавишный выключатель, то тогда вы можете их, ну, поставить за твое филе и закрыть выключатель. Вот. Есть также реле от филео. Они более бюджетные. Если сравнить по стоимости реле Fibara с реле филео, то это где-то порядка 30-30% стоимости отличается. Вот. Ну, Fibara реле стоит 6500 рублей, а филео реле стоит 4000 рублей. Есть также диммеры, если вашу нагрузку нужно диммировать по 220 вольт. Есть также новая линейка от Fibara. Это Fibara Valley. Они официально появятся в России к концу января тоже вместе с Fibara Home Center 3. У них в линейке будет диммер, свитч, контроллер. И, ну, контроллер – это как устройство, которое по беспроводной связи будет управлять другими Z-Wave устройствами. Вот. Ну, также у них будет серия розеток в таком вале стиле. Есть также решения от производителя Qubina. Они немного менее стабильные по сравнению с решениями от Fibara. Но есть, например, у них вот мини-диммер. Он мне очень нравится, потому что он совсем небольшого размера и поместится даже в маленькую монтажную коробку. Вот. И работает без нулевого провода. Но это также, как и диммер Fibara без нулевого провода работает. Вообще устройство Qubina по функционалу очень похоже на устройство Fibara. Вот. Есть там реле на два канала, есть 0,10-вольт диммер, есть 220-вольт диммер. Вот. Также есть управление светодиодными нагрузками. Вот. Это, к примеру, RGBW-модуль от Fibara. Мы можем, кстати, с помощью него не только подсветкой управлять, но и можем его выходы 0,10-вольт использовать. Вот. Можем подключить датчик температуры, датчик давления, влажности и качества воздуха. К одному устройству можно подключить до четырех датчиков. Вот, к примеру, кейс по парковке. Мы можем поставить такой датчик приближения. Вот. И когда мы подъезжаем в гараж и близко прислоняемся к одной стенке, она будет загораться красным. А там, где больше места, там будет зеленым загораться. Вот это можно при помощи одного RGBW-модуля реализовать. Либо сделать подсветкой, либо сделать управление автополивом. Вот. Можно собирать показания температуры и влажности почвы. Вот. Значит, дальше еще расскажу про умные замки. Вот. Есть умный замок, да, налог. Сейчас покажу, как он на сервенде работает. Он удобен тем, что ваш дом будет всегда под надежной защитой. И вы будете в курсе, кто к вам пришел и кто ушел. Замок устанавливается на входную дверь с внутренней стороны двери. У него есть Bluetooth и Z-Wave. Вот. Я могу им управлять через мобильное приложение по Bluetooth. Вот. Сейчас покажу. У него есть в комплекте вот такая личинка. Это личинка наборная, и она подходит под дверь любой толщины. То есть, если у вас дверь там 100 миллиметров толщиной, так вы можете использовать вот такие дополнительные проставки, которые увеличат ширину цилиндра. Вот так выглядит приложение до налог. Сейчас у меня дверь закрыта. Я могу ее открыть. И она открывается. Также у меня есть журнал, в котором видно, когда происходило открытие или закрытие. Вот. Ну, как-то так он выглядит. Вот. Получается, вам не нужно брать с собой ключи. Я вот таким замком пользуюсь. И последний раз ключи брал с собой, наверное, месяца три назад. Вот. И когда я их брал с собой, я ими все равно не воспользовался. Также у меня, там, я раздал доступ подруге, там, некоторым друзьям, чтобы они могли зайти ко мне в гости, вот, когда, например, меня нет дома. Это очень удобно. Также, если ко мне приехала доставка, так я могу открыть дверь через телефон, и мне занесут мой товар домой. Вот. Ну, что касается управления замками, вкратце, наверное, на этом все. Есть также раздел управления климатом. Значит, что мы можем? Можем рассмотреть две ситуации. Это типичная, когда у нас есть, к примеру, котел. Вот. И есть отопление, которое одинаково греет во всех комнатах. И есть управление климатом в умном доме, где мы настроили, значит, расписание. То, что в спальне у нас 18 градусов температура, там, в ванной комнате у нас 22 градуса, там, в гостиной 20 градусов. И это позволит чувствовать вас, ну, чувствовать себя более комфортно в комнате с нужной температурой. И, ну, в целом, вам будет этим удобно пользоваться. Вот. Если почувствуете, что стало жарко, там, сделайте. Через Яндекс.Алису можно попросить, чтобы сделало попрохладнее. Вот. Ну, значит, вы можете экономить до 40% на оплате за коммунальные платежи, если вы... Если вы управляете... Так, сейчас, секунду. Меня тут прерывали на несколько минут. Если вы управляете отоплением, тогда, когда вам это нужно, там, не 7 дней в неделю, например, вы можете... Совсем отключить отопление, пока вас нет дома, и включить обратно, там, за час до приезда, и в разных комнатах настроить нужную температуру. Это будет экономить. Вот. Как устанавливаются модули? Ничего сложного нет. Вот. Заменяется просто вот такой вот сервопривод на вот такой умный сервопривод. Он питается от батарейки, либо от встроенного аккумулятора. У него есть температурный датчик внутри, либо он может опираться на температурный датчик где-то в комнате. Установка займет буквально пару минут. Вот. Я таким модулем пользуюсь, и мне нравится управление. Все очень удобно, тепло дома и просто. Есть термостат для теплого пола. Вот. Это Heated Z-Temp 3, а вот это Heated Z-Temp 2 модель. Ну, в принципе, к Z-Temp 3 мы можем подключить датчик, ну, у него есть датчик температуры пола и датчик температуры воздуха. И у него внутри там есть реле на 16 ампер, мы туда нагрузку от теплого пола подключаем. Также есть у нас модули для управления кондиционерами. Мы можем управлять любым кондиционером по ИК, отправляя ИК-сигналы. У этого модуля Filio есть готовая база кодов от всех кондиционеров. То есть нам нужно просто выбрать нужного производителя и в параметре устройства через контроллер Z-Wave добавить конфигурацию. И тогда у вас этот модуль будет управлять им. Также через этот модуль можно настроить управление телевизором или любой другой ИК-техникой, поскольку он обучается новым командам. Вот, значит, также есть у нас управление, ну, по управлению отоплением просто, и вот есть разные устройства. Есть немецкого производства, есть польского, и есть там там термостаты. Ну, мне больше всего нравится вот эти вот Евротроник, поскольку у него и температура показывается, и показывается, там есть плюс-минус можно задать температуру. А в Fibara нужно будет этот модуль включить. Ну вот, они у нас тут на стенде представлены. Вот, то есть у Fibara надо вот так включить, а у Евротроник надо просто на кнопку нажать, и температура повысится. Вот. Удобнее пользоваться Евротроник. Ага. Значит, есть термостаты теплого пола Helton. Они, это как раз новые термостаты. Они на чипе Z-Wave 700 серии. Есть. Сейчас пока к заказу доступны термостаты белого и черного цвета. Вот. Если вам нужны цветные термостаты, так мы их можем привести под ваш проект. Вот. Срок поставки сейчас где-то один месяц составляет. Так. Ну, значит, есть еще термостат Vitrum, который я сегодня уже вам показывал. Это вот такой термостат. Вот такой термостат, это один из самых дорогих термостатов. Он стоит порядка 30 тысяч рублей. Если сравнить термостат там Heatet за 14 тысяч, то вот получается где-то в два раза отличие по стоимости. Но мы там платим в основном-то за дизайн. Вот. А функции все те же самые. Есть система управления водяным теплым полом. Значит, вот у нас есть привод, который управляет гребенками теплого пола. Вот. Мы можем подключить 5 или 10 гребенок. Не обязательно теплый пол. Может быть, это приводим. И, то есть, на коллекторную группу устанавливаем такой модуль, подключаем к нему сервоприводы. И у нас есть регулирование, либо PID регулирование, то есть это когда сервопривод приоткрывается в течение 15 минут или 30. То есть это более плавное изменение температуры, но лучше работает. Либо мы можем просто сразу открыть полностью или закрыть полностью привод. Так. Ну вот. Как еще можно реализовать управление водяными теплыми полами? Это при помощи настенного термостата и встраиваемого реле. Вот. Получается, реле подключается к сервоприводу. Можно использовать двухканальное реле, подключить к нему до сервопривода и настроить, чтобы вот с этой клавиши открывался сервопривод на том-то теплом поле. Ну, по управлению климатом, наверное, это все основные наши решения. Дальше есть еще управление светодиодными нагрузками. Это умные лампы. Значит, умные лампы, вот сегодня уже показывал, как управляются RGB-лампы от ZetWave.me. Ну и у нас есть еще лампы от DemiTech и IOTech производителей. Вот. Но вот эти вот лампы от ZetWave.me, они самые лучшие на 500-м чипе ZetWave и с хорошей цветопередачей. Также есть еще устройство для управления розетками. Это такой, можно сказать, модуль в розетку, вот, но мы можем с их помощью разные задачи выполнять. Например, включить кофемашину, включить проектор, телевизор, утюг или торшер, или увлажнитель. И при помощи различных датчиков автоматизировать запуск этих устройств. Ну, к примеру, умная розетка от Fibara. Вот. Ну, могу даже ее показать на нашем стенде. Это самое компактное решение. Вот. На него светится светодиод. Вот. Сейчас у нас нет нагрузки, он горит белым. А если будет, ну, если, например, я к нему подключаю чайник, то в момент, когда чайник почти вскипел, он будет красным. Вот. И мы можем отправлять уведомления на телефон, когда чайник вскипит. Или там, когда стиралка достирает. Или когда кофе сварится. Вот. Умный дом будет вам присылать уведомления о том, что действие свершилось. Вот. Значит, есть также, ну, вот, от Fibara умная розетка, IO-TEC. Они, в принципе, особо ничем не отличаются. Только внешним видом. Также есть вот у нас управление моторами. Вот как раз стенд с управлением жалюзи. Значит, чем хорошо управление моторами? Тем, что вам, ну, по утрам будет стора автоматически открываться. Когда вы подъезжаете к загородному дому, у вас автоматически откроются ворота. Это можно использовать вот такой вот универсальный модуль от Danalog. Он поддерживает Z-Wave и Bluetooth-протокол. У него есть два бесплатенциальных реле с нормально открытыми и нормально закрытыми контактами. Вот. То есть я могу подключить и ворота, и калитку. И у него есть Bluetooth-встроенный. И именно поэтому, если я подъеду к воротам, то тогда ворота автоматически откроются. Вот. Ну, значит, это тут показаны у нас типы нагрузок, которыми мы можем управлять. Значит, ворота, жалюзи, рулонные шторы, там, шторы-блиссе различные. Устройство реле для лугного замка ОПОП. Вот оно у нас тут есть. Вот оно так выглядит. Да. Это реле, в котором всего один канал, и оно, как бы, нужно для управления электромеханическим или электромагнитным замком. Вот. Оно на протоколе Z-Wave Plus поддерживает шифрование. Вот. И мы можем к нему подключить любой замок. Управлять. Ну, мы, получается, там, добавляем этот модуль в контроллер Z-Wave. Вот. И, может, там, нажимаешь на кнопку в приложении, дверь открывается. Вот. В принципе, оно вот такую функцию выполняет. Ничего дополнительного нет. Есть вот Fibara Roller Shutter 3 модуль. Они как раз вчера поступили к нам на склад. Вот. Теперь они доступны к заказу. Можете заказать на российской частоте устройство. Вот. Оно поддерживает более разные приводы. У них есть настройка по времени открытия-закрытия. У них есть автоматическая калибровка по уровню энергопотребления. И может управлять, в принципе, любыми наборами. Вот. Есть также модуль Shutter от Filio. У него нет настройки по времени, поэтому он управляет только глупыми приводами двухфазными. То есть фаза на открытие, фаза на закрытие. Если у вас такой привод, который без всяких там электронных концевиков, то этот модуль вам подойдет. Что касается раздела безопасность, ну, тут опишу просто несколько типовых решений, которые применяются достаточно часто. Вот. Если, к примеру, у нас в каждой комнате есть датчик движения, мы можем посмотреть, когда в какой комнате было зафиксировано движение, сделать какие-то выводы. То есть, ну, это, например, для наблюдения за близкими и за работниками. Вот. У этого датчика... У него есть функция движения, освещенности температуры и акселерометра. И он еще светится в форме кошачьего глаза. Значит, у него там разные цветовые индикации, например, в состоянии температуры. А если у нас будет в доме пожар, то датчик будет красным светиться, потому что температура высокая будет. Вот. Датчик движения можно настроить, чтобы он работал в паре с камерой видеонаблюдения. То есть, если датчик обнаружит движение в момент вашего отсутствия, то он включит свет для того, чтобы камера лучше записывала. Вот. Ну, тут также есть... Можно использовать в детскую комнату поставить этот датчик движения. И когда малыш проснется, то он включит торшер на 10% и колыбельную песню, чтобы он дальше спал и не тревожил ваш сон. Есть датчики от Филео. Вот они у нас расположены на этом стенде и на этом. Датчик 4 в 1 и 3 в 1. 4 в 1 у него, в принципе, есть гирком. А так он поддерживает то же самое движение, температуру. Отсвященность. Вот. Три основных функции. Есть датчик утечки бытового газа. Он как модуль в розетку идет. Вот. Тоже он представлен в нашем шоуруме. Такой вот, да. Вот такая вот розетка. Вот. Мы ставим датчик бытового газа. Он определяет пропан, бутан, метан. И у него есть звуковая сирена. Он может перекрыть подачу газа. То есть отставить сигнал на перекрытие подачи газа. Если быть точным. Вот. Также есть датчик протечки от FIBAR. У него есть встроенный температурный сенсор. Есть датчики протечки от FIRIO. Есть датчики протечки от NEO-KULKAN. Датчик газа от HEMON. Он, по-моему, работал в контроллере FIBAR. Это можно уточнить отдельно. Значит, есть еще датчики открытия двери. Тут изображены датчики от FIBAR. Вот такие. Они могут быть в разных цветах. Белый, черный, красный, желтый и так далее. Это компактное решение для слежения за открытием дверей и окон. Можно, например, поставить дверь для кошки. Если такие, кто-то еще использует. Вот тут стоит датчик открытия. И мы будем понимать, когда у нас кошка ушла гулять, когда вернулась. Можем какой-то сценарий к этому делу пристроить. Также есть замки DUNALOG. Про них я уже рассказал. Кроме замка есть еще кодовая клавиатура DUNAPED, которая через Bluetooth протокол связывается с замком. Мы можем задать до 20 пользовательских кодов и пользоваться ими для открытия двери. Также есть сирены. Вот тут у нас сирена от Filio изображена. Есть также сирены IOTech. Они очень громкие. Обычно у них там чуть ли не по 100 дБ. Поэтому их надо тестировать с осторожностью. Есть пульты управления в Z-Wave. Это очень удобная тема. Сейчас посмотрим на стенде. Вот, к примеру, есть панель Fibara Swipe. Я на ее действия могу настроить. Она понимает жест вверх, вниз, влево, вправо, потом по часовой стрелке и против часовой стрелки. На каждый жест я могу настроить действие. Он работает как бы на расстоянии. Например, могу махнуть рукой и закроются все шторы. Вот, есть еще кнопка Fibara. Вот она, как кнопка на батарейке. Он понимает до шести нажатий. Один, два, три и так далее. И запускает любое действие или сценарий. Есть также брелок от Fibara. Вот такой брелочек Fibara KFOP. Он у нас, ну его можно настроить тоже на, по-моему, 24 действия. На каждую из шести кнопок одинарное, двойное нажатие и удержание. Вот, а также он, по-моему, поддерживает комбинацию клавиш. Ты там нажимаешь кружочек плюс крестик, и это будет определенное действие. Вот, ну а также есть еще настенные выключатели дизайна или грант Валена, которые работают от батарейки. Вы этот выключатель можете поставить где угодно. Хотите на диван прикрепить, хотите внутрь шкафа поставьте. Вот, и он будет включать свет. Вот, это удобно, например, если у вас есть маленькие дети. Ребенок не дотягивается до выключателя. Вы его поставили там пониже. Ребенок подвоз поставили чуть повыше. Данный Bridge модуль, вот вы спрашиваете, он используется как хаб для удаленного управления замком. Но с этим также справится любой Z-Wave контроллер. Поэтому, ну, пока это устройство еще не появилось на российском рынке, потому что оно узконаправленное. Контроллер Z-Wave может гораздо больше, нежели, чем этот Dana Bridge. Dana Bridge только замком будет управлять. А в Z-Wave контроллер любыми устройствами. Вот, ну, также у нас есть система защиты от протечек воды. Мы любим Гидролог. Это отечественный производитель. Сейчас у нас есть, ну, есть несколько моделей. Есть Гидролог Ultimate и есть Гидролог Winner. А Гидролог Ultimate, он подключается через реле. То есть нам нужно обязательно Z-Wave реле, которое будет подключено к приводу по проводам. Вот, а Гидролог Winner – это одна из последних наших разработок. Вот, это привод с питанием либо от батареек, либо от блока питания. И у него, к нему внутрь встроен Z-Wave чип. Этот Z-Wave чип позволяет, значит, дистанционно управлять приводами. Он позволяет, ну, он добавляет в контроллер умного дома функционал считывания показаний счетчиков холодной и горячей воды. И можно подключить датчик протечки воды. И можно подключить любое количество неумных приводов за параллельных их. Вот, получается, можно рассмотреть систему на квартиру из двух таких шаровых электроприводов и одного датчика протечки воды. И это стоит всего лишь 17 тысяч рублей. И это готовое решение. Вы, получается, будете защищены от протечек. И у вас считываются показания счетчиков и передается на управляющую компанию сразу. Вот. Ну, это очень стабильное решение. Вот. Если вам нужен просто один шаровый электропривод, то он стоит 10 тысяч рублей в комплекте с датчиком протечки. Ну, если сравнить с гидролог Ultimate, который стоит 5600 рублей, и плюс реле, который стоит тоже 5000 рублей, то я считаю, что выгоднее взять гидролог Winner. Ну, также есть привод перекрытия, который закрывает вашу ручку. Это удобно, если вы не хотите врезать шаровый электропривод в трубу. Вот. Вы можете установить вот такой вот и сразу зафиксировать его на трубе, на вашей. Вот. И установка займет гораздо меньше времени, не надо будет даже сантехника вызывать. Так, ну, в целом, про основные моменты я рассказал. Сейчас расскажу про наши скидки. Значит, мы сделали к вебинару промокод, который дает скидку 20% на покупку любых устройств под брендом Filio или Z-Wave.me Вот. Это на сайте 5smart.ru. Значит, вот какие... Что можно у нас купить со скидкой? К примеру, вот контроллер Z-Wave.me Hub, он сейчас стоит 10 тысяч рублей, а со скидкой будет стоить всего 8 тысяч. Эта скидка действует до конца недели. Вот. Вы при оформлении заказа введите на сайте промокод web20 и купите любое устройство Filio или Z-Wave.me производителя. Вот. Вот какие еще решения есть. Умная лампа, модуль Z-Uno, настенный выключатель, привод перекрытия воды или вот модуль для управления кондиционерами. Вот. Все эти устройства у нас в наличии на складе в Москве. Отправка в другой город это 500 рублей с транспортной компанией Z-Wave. Если по Москве отправка, то 350. Также есть у нас самовывоз. Вот. В целом я все рассказал. Если у вас есть какие-то вопросы, так я на них отвечу. Вот. А после презентации я вышлю вам письмо с ссылкой на запись вебинара и также приложу файл с рекомендациями при ремонте для умного дома. А теперь я остановлю запись и буду еще тут минут 10-15. НОДС.